После Казанского нефорума блогеров я сказал, что они молцвет нации, что их занятие настоящая народная журналистика. Блогеры и правда свободны, раскованные, некоторые из них даже весьма популярны, набирают десятки тысяч уникальных пользователей, иногда даже миллионы. Было недавно сказано высоким руководителям, что бумажные издания читают лишь их писатели, те, кто выпускает эти издания, и кое-кто поверил этому заявлению, позовыв, что политики всегда говорят метафорами, в конкретное время для конкретной аудитории. Что нельзя понимать заявления публичных политиков буквально. Не секрет, что в социальных сетях самовыражаются миллионы людей, иногда неоднозначных, не нашедших порой иных способов проявления своей сути. Вовсе не обязательно, чтобы блогер всегда был умен и прав, хотя это тоже допустимо. Но обычный журналист тоже ведь не дурак. Не секрет и то, что бумажные газеты, журналы иногда имеют неслабую поддержку и приличную аудиторию. Газеты и журналы может читать каждый в своей семье, их увидит вся семья и даже соседи. Можно даже читать их сегодня или через неделю, иногда спустя пять лет. Бумажные издания можно пощупать руками, вырезать, скопировать. Чего греха таить? На избирательных и подписных кампаниях на увеличение тиража тратятся порой огромные суммы административных материальных ресурсов. Думаете, зря? Нет, не зря. Вот я бы не стал противопоставлять газетчика, сотрудника журнала и интернет-издания, вольному блогеру. Дело в том, что в интернете или по телеящику сообщается о какой-то прелести и гадости. Новость доходит любым способом. Написанные в газете и журнале тоже выставляются в интернет. Теперь у журналов есть свои электронные версии, и наоборот, выложенные в интернете можно напечатать в газете и в журнале. Важно не то, в каком носителе приходит информация, а то, кто создает этот информационный продукт и кто доставляет его к вам, этот контент. Последнее время в интернете спорят о Казанском университете. Кто прав в споре ректора с академиком и как быть дальше? Меня лично это уже не колышет. Когда идейный спор переходит к сведению счетов, унижению отдельных лиц, скромных научных учреждений, спор на этом умирает. Громкость голоса, высота колокольной, большие деньги не добавляют резона бессмысленному действу. Например, когда фанатики расстреливают памятник всемирного наследия в Пальмире в Сирии, они не доказывают свою силу и превосходство. Первичность что? Дух. Любое нематериальное наследие, если оно не вредно. Уверен, мы тоже можем объявить Казанский университет памятником нематериального наследия мира. Вот это заявить блогер может, даже если ЮНЕСКО не принимало никакого решения. Вот так я считаю, всемирным или всенародным наследием может быть не только здание с колоннами, но и моральная атмосфера, признаки научной школы в виде нематериального наследия. И правда, в Казани, Татарстане, Татарском мире немало таких объектов вечного применения. Для меня Кремлевский холм, актовый зал университета Арское поле, мечеть Маджани, озеро Кабан, Тукаевские и Джалильские места, реликвии всенародного наследия. В том числе даже Казанский педагогический институт, открытый аж 140 лет тому назад и теперь ликвидированный путем присоединения к федеральному университету. Как будто учителя уже не нужны, так как дети сидят в интернете и сами себя закачивают знаниями. А ведь без них Казань уже не Казань, и нечего обманывать туристов. Надо защищать все Казанское в Казани. Это наследие казанцев всех поколений, сокровище российской и татарской истории. Вот таким банальным призывом я завершаю свою речь, обещаю, что в следующий раз буду говорить стихами. Замечательный поэт Евгений Евтушенко правду о нас написал 45 лет тому назад в своей поэме «Казанский университет». И хотя изменились идеалы и вожди, поэма эта не устарела. Но об этом в следующий раз.